сказочные пейзажи просто фантастические виды горные горные во всех смыслах я не случайно извините так тяжело душу потому что мы лезли по вот этой отвесной скале и кто-то скажет зачем вы сюда лезли а лезли мы грандиозному вот туда дальше полезем полигональному сооружению но сейчас а уже обнаруживаются признаки этих этой обжитости этого места при этом никакой дороги не намека на дорогу ну и вообще адовый подъем правда крутейшие просто от обрывы лезли практически по скалам конечно это снимать было невозможно и вот валяется уже вот этот вот здоровый блок сейчас мы к нему подойдем у меня новая камера спасибо кто помогает и поддерживает вот это очень здорово что мы как-то общими усилиями удается все дело приобретать и поэтому оттенки вот немножко поярче стали это не медведь шатун в кустах и даже не кабан а тут как с кабанчиков встретить на 1 вот это антон который знаете от места конечно хорошо живя здесь в мармарисе 7 лет слушай ну вот он вот откуда здесь спрашивается вот он единичный да не говори я вообще-то про блок говорила не про тебя вот откуда вот что он здесь делает вот он единичный понятно что он даже не вряд ли прилететь их единственно он мог конечно не настолько прокатиться это вряд ли сверхов но масштабность по одному уже блоку предполагаю я и даже боюсь что тогда мы там увидим так говорят красота тебе гуляешь по руинам а здесь когда лезет через эти колючка у нас началось на месяц раньше жара и вдобавок ко всему все зацветет поэтому кашля чихать будем от души все сразу зацвело в этот раз в турции и вот вот такой это еще слушай а почки то уже скоро вот эти все деревья до распустятся и будет видимость упадет и будет от в плане цветения ого так но я сейчас уже началась полигоналка я так понимаю ну там уже непосредственно мы опять напомним обратим внимание точнее что у нас полигональные руины находятся в исключительной трудной доступности куда забраться нормально нельзя это что блок отделяли ты про это вот это да 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 ну вот как тот вот он такой же здоровый но вот это вообще вроде как официальные скажут что вот пилят вот пила туда-сюда играет вопрос то немножко в другом о сколько пил пыльцы в телефон насыплется вот ширина да спасибо вот этой режущей поверхности они спасибо ага нормально тут все вам все понятно но я имею ввиду уже понятно ширина ее глубина вот так вот для понимания ладонь вот это вот странно какой-то заход как она заходила как-то конуса уходила в прямую плоскость но скажут как официально тебе вы видите вот играла пила вот они пилили туда-сюда двигали ну тебе скажут так официально вопрос в том что пила длины ты какой была и у них ни одной такой пилы у нас у них есть одна такая пила но она во первых коротенькая кривая а с той стороны ты чем пилу это будешь заход заход как заход то совсем другой идет ну или даже здесь ну да из по принципу дружба 2 то это но как она как ты будешь ее пропиливать с какой стороны если играет она должна сверху быть максим у нас здесь очень много подобных следов вот именно такого формата а потом прямая линия проходит очень много их я тебе скидал фотографий коротких да так камень и вот тоже так да небольшой небольшой и он вообще внутри мы если с этой стороны еще заходит с той стороны вообще непонятно как она осуществлялась это два человека уже не могут просто вот этим способом ее пилить толщина инструмента самого ну она видишь если допустим она играла топ толщина может быть в несколько раз меньше но вообще качественная глубина зачем она тогда потом пошла в глубину нормально то есть она же у нас уходит в глубину вот мы видишь вот на этом этапе глубину да а почему на этом этапе понадобилось вот это исполнение вот этих конуса видного такого они конечно теоретически если купил их очень высокие ручки и вот так вот пилишь пилишь для какой-то маневр но но блок не закончен он не отделен амбиции у этих у них были очень большие потому что напилить этот блок этого google потом надо отломить потом вы надо куда-то перемещать посмотри вокруг по этой местности как о перемещать так в чем ты делал дальше то такую глыбу но отпилил ты ее она у тебя укатится как вот та вниз о а мы уже поднялись да ну вот и вообще вот это вот этот ландшафт химии виду не ландшафта плоскость этих скал какая-то она это же не слоистый материал который так отсваивается у нас тоже известняк он нас так не слоится то есть они уже снимали сверху как-то отделять надо было дальше вопрос транспортировать эти блоки но вот по тому нижнему блоку его как будто от пилили и он мог ему он мог упасть вот это уже ведь вот мы подошли к обработанным блоком короче говоря строй материал для этого же сооружения брали здесь же это можно зафиксировать это это понятно не завершили этот блок тоже почему не завершили столько трудов приложить о какая красота какая красота и все равно и не пойму дальше то что ну ты забрался до стены низкие тебе тут очень от кого прятаться то даже если учесть что вот эти блоки сверху придут лежат вот они ну да не хватит не их мало мало но несколько рядов упала 23 рядом и тут вот сколько ты стоишь 1 2 3 4 5 он шестой ряд нарисовался их не так много улететь они же не сильно улетели но вот впечатление что скалы то вот эти вот элементы террасирования у них есть раз видно два а потом вообще обрыв это отдельно стоящая скала как я понимаю с той стороны тоже у нас обрыв я к тому что дороги у нас со всех сторон не наблюдается что мы то лезли кое-как название конечно тоже нет да какое тут название ну она сказать что и и не античка и вроде и рядовость есть и не полигоналка вот интересно да разные ну при принципе это вот какие большой блок два маленьких ну только что говорил прослед который у нас встречается значит на камнях вот это что вот он сейчас вот он только он сейчас уже в розе а здесь разошлось ну видимо пилили как-то бросили ну то есть технические то вполне возможно там с там решили срезать там подкоротить сначала хотели делать так потом сделали так элементы и полигональной культуры ну и мегалитика вон глупы то какие лежат там такое такие линии как шурфы как будто так тут со всех сторон и можно обходить и так поняла ого ого-го вот опять эта скала выровнена так против солнышка конечно стоять не очень ну вот вопросу это скала выровнена у нас искусственная или это какое-то какая-то природная особенность на которой уже установлено но то что установлена по тому же полигональному принципу это очень четко видно то есть она интегрирована в скальное основание она у нас наверное двустенная отсюда я не вижу над сверху посмотреть или это одностенная платформа но это даже не стена это же платформа я так понимаю сделано там дальше ровная поверхность должна быть то есть это получается они платформу делали поэтому она высокой не будет платформа на вершине горы в которой нет подъема какая мысль сразу до начинает приходить если дороги нет намека на дорогу нет ландшафт не предполагает дороги а наверху посадочная платформа вот это же это же повсеместно мы же встречаем такое где только в хатуши то же самое полигональные платформы на вершине отдельно стоящих гор которым нет ни ворот ни подъема не даже ступенек очень интересный объект но его все равно можно в категории относить полигональных потому что она по тому же принципу собирается как и вся полигоналка я познакомился с концепцией с твоей да про полигональную и античную кладку зная это очень интересная концепция на самом деле имеет под собой основу но вот эти объекты они как-то не вписаны но много что не не тоже немного но у нас есть в кионе а и тоже здесь в вашем краю сравнительно есть театр который полигональной кладкой обнесен совершенно классический вот античный театр с полигональной стеной есть акведук здесь у вас который акведук вроде как каменный да лежит на полигональном основании у нас есть в мерсине он полностью полигональное здание но выделено как храм в антах то есть выступы классические вот в официальной архитектуре называется храм в антах с двумя такими как контрфорсами выступами то есть один из самых древних по архаике храмах да 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 а стена вся полигональна в том и даже колонны лежат то есть у нас есть какой-то промежуточный этап он не такой частый но он кое-где обнаруживается у нас есть полигоналка в риме на которой но там просто настроена на ней а вот здесь то так ну ладно задержались я знаю что хочу вот там вот просто трещины эрозия вот мне тоже смущает вот единственно вот это модифицирована ли вот эта скала или она так скалывалась вообще скала и скалываться скал в скол скалы ну такое впечатление что да и сверху то четко очень ну так с какой стороны мы обходим с той стороны вернемся вот а дальше смот сама форма блоков они полигональны почему это важно трапециевидность формы тоже имеет значение вот она он по периметру с лицевой части у нас идет прямоугольник а внутри у нас идут трапециевидные формы это четко полигоналка она друг друга упирается это дополнительное крепление создается то есть все же таки вот это подобные элементы они могут быть их можно я бы относил полигоналки то что она больше полигоналка чем античность в античности фундамент вот этот подземный арочный зал помещение есть ух ты красота говорят ходишь гуляешь а когда здесь по ответственным скалам приходится прыгать это еще одной рукой держась смотри максим и размер блоков хорошо хорошо что ты стоишь потому что видно сразу когда рядышком человек вот об этом но он да он и я думает вот я думаю тот под ним тоже основательный но он лишь практически платформа и каждый уровень дополнительно еще платформы является поэтому и блок это же цельный блок идет вот это все это все блоки давно не попадали не это очень интересно кто-то создал на вершине горы создает вот такую сейчас посмотрим еще какие сооружения тут есть но пока вот ряды платформ интегрированы четко очень видно в скальное основание еще потом 360 сделаем сейчас хоть осмотреть суши какое удовольствие просто глазу какие виды да невероятно да не залив гекова до керамический залив переводится а в чем название керамика сколку с керамика сколку с гекова а ну тоже к керамический переводится с турецкой уже нет просто зале полей залив небес небесных полей почему керамический залив надо вот меня значит что смутило но назвать этимология конечно тоже интересно на основании чего давали слов топонимика вообще это с толщина стены было и она в чистом виде полигоналка она думаю даже сможем сейчас все рулетку достану вот она начинается вот она разрушена тогда опять у меня уважаемые знатоки внимание вопрос зачем тебе в неприступном все преступность коллегу да ну хоть какое войско тут просто вот кидай в них камни и прибьешь он даже не поднимется запасись горой камней кидай камни и никто в тебе ничего не сделает здесь подняться невозможно зачем тебе здесь создавать вот эти стены которые пробить все равно нельзя даже современным оружием да у подержи пожалуйста я сейчас достану сразу рулетку ему реально посмотрим это одна из самых больших вообще-то самых толстых стен потому что даже в хатуши в хатуши мы замеряли мы находили и метр сорок грехи наши тяжкие вот она здесь вот полигональный блок вот он сюда уходил вот он здесь крепился вот они два трапециевидных блока каплевидных они немножко друг друга вот так вот упираются это создает стены это создает и дополнительную прочность они взаимопротиводействуют друг другу слушай ну это даже хатуши превосходит это 160 вот тут вот сейчас в этой части контрольно вот отсюда сделаем 155 это очень много зачем тебе 155 сантиметр 150 сантиметровую ширину толщину таких стен из двух рядов мегалитов это тот же полигональный принцип спасибо здесь есть толще стены под вами еще толще невероятно так пошли в какую сторону